Тарресленд продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых MMORPG этого года в русскоязычном сегменте. По прошедшей двух публичных тестирований, игре удается привлекать внушительное внимание, а разработчики все еще активно радуют нас различными подробностями. В сегодняшнем выпуске мы обсудим ключевые новости от Tencent за прошедшие несколько недель. Однако прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось передать слово моему постоянному спонсору. Как известно, там где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому, едва появились первые онлайн-игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили развести всех, прежде чем разведут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но у одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял кинуть обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало кидалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вкачать. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины. Торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались медленно, зато наценка была конская. Короче, гроб, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа фанпэй не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никакой головной боли, только фан, профит и любимые игры. Начнем с банального. Ведь, как бы странно это ни звучало, есть игроки, которые совсем не следят за новостями. 30 ноября завершилось второе закрытое бета-тестирование игры во всем мире. В течение этого периода разработчики проверяли обновленный игровой процесс, который получил значительное количество изменений и серьезно преобразился за прошедшие полгода. Вместе с этим, после окончания этого процесса, команда поблагодарила всех за участие и, в отличие от прошлых тестирований, опубликовала перечень данных, которые вы можете использовать для обратной связи. К примеру, одним из вариантов может выступать электронная почта, которую вы видите на экране. На нее можно отправлять рецензии и предложения по Таррисленд на английском. Все письма обещают обязательно прочитать и принять к сведению любую полученную информацию. Стоит заметить, что в прошлых тестированиях ничего подобного не проводилось, и, по всей видимости, в Tencent серьезно озаботились реакции игроков на прошедший тест. Ведь впервые за все время она была неоднозначной, и количество негативного отклика серьезно выросло. Важное событие состоялось и в сообществе Северной Америки. Возможно, вас это удивит, но на текущий момент существует всего три активных региона, в которых данные MMORPG обсуждают особенно активно. Интерес к нему проявляют в русскоязычном сегменте, на родине в Поднебесной и в Соединенных Штатах Америки, где количество заинтересованных пользователей беспрерывно растет. Для нас это выступает в роли безусловного плюса, ведь увеличение активности игроков неминуемо ведет к развитию инфраструктуры. Держу пари, что многие из вас, уважаемые зрители, на прошедшем бета-тестировании столкнулись с проблемой сбора различных редких сундуков и трофеев. Понятное дело, что их поиск это довольно увлекательный и интересный процесс, который может растянуться на многие часы, но есть и те пользователи, которые на верхушке еле видали подобные активности. Специально для вас была осознана интерактивная карта, на которой были обозначены все существующие активности и объекты. Благодаря ей вы можете самостоятельно отследить, где и какой предмет находится, а также узнать, какие предметы необходимы для его открытия. Например, сундук может быть завязан на времени суток, погоде или каком-то предмете из инженерии, вроде взрывчатки. На этой карте есть вся соответствующая информация, что должно сделать сбор этих предметов гораздо более простым и понятным занятием. Недостаток пока всего один. Перевод содержимого карты доступен только на английском, испанском и португальском. Однако разработчики портала обещают расширить перечень языков по мере своих сил и возможностей. С другой стороны, обозначения весьма примитивны, и знание языка для того, чтобы прочесть карту, абсолютно не требуется. Важное место в сегодняшнем новостном выпуске занимает и классовый опрос, если вдруг пропустили коротко о главном. Игроки из Южной Америки запустили опрос среди пользователей, который предлагал им выбрать сильнейшего танка, сильнейшего целителя и всякое вот такое. Опрос оказался достаточно популярным, и поэтому он довольно быстро перекинулся на другие регионы, где его благополучно провели. По его результатам был выпущен полноценный материал на этом канале, где мы делились впечатлениями игроков. Кроме этого, был запущен соответствующий опрос и у нас, в котором приняло участие совсем незначительное количество пользователей, но все же достаточно, чтобы собрать хоть какие-то метаданные. На полноценный ролик информация не тянет, а поэтому давайте коротко пробежимся по итогам в новостном выпуске. Первый из предложенных вопросов предлагал респондентам выбрать самого сильного танка на прошедшем бета-тестировании по их личным ощущениям. Первое место отошло паладинам, за которых проголосовало целых 73% участников. 18% получили берсерки, которые в других регионах были значительно более популярны. Воины же традиционно остались в меньшинстве, получив от игроков всего 9% голосов. Всего в опросе приняло участие 332 человека. Аналогичный вопрос коснулся и целителей. Игроков попросили выбрать самый сильный класс в этой области. Здесь разделение голосов произошло менее тривиальным образом. Первое место впервые за всю историю этого опроса в самых разных регионах отошло жрецам, которым удалось получить целых 66% голосов, выбравшись на первое место с колоссальным отрывом. Второе место получил фантомный некромант, которого пользователи оценили существенно слабее, передав ему всего 31% своих голосов. Самый худший результат уже традиционно остался с забардами, которых игроки во всех регионах без исключения считают самыми слабыми и бесполезными целителями в Тарресленд. На них пришлось всего 3% голосов. Всего в опросе приняло участие 344 человека. Не совсем стандартная ситуация сложилась и вокруг опроса самого сильного класса по наносимому урону. В прошлые разы первое место в большинстве случаев отходило разбойникам, а все оставшиеся разделяли между собой другие классы. Здесь ситуация оказалась интереснее, ведь в нашем регионе первое место получили рейнджеры, на которых пришлось целых 50% голосов. Второе место забрали разбойники с отметкой в 28%. Третье место получили маги, которым игроки подарили всего 6% голосов. Четвертое место отошло бардам с результатом в 5%. Пятое заняли паладины, на которых пришлось 4%. Еще 3% получили достаточно редкие в наших широтах берсерки. 2% от игроков заслужили воины и еще по 1% пришлось на жрецов с фантомными некромантами. Всего в опросе приняло участие 360 человек. Если же мы говорим про дискуссию вокруг сильнейшего класса в игре по мнению пользователей, то здесь места распределились следующим образом. 32% респондентов выбрали в качестве абсолютного доминанта рейнджера, который также занял первое место и в категории по нанесению урона. Второе место с 16% неожиданно для нашего региона заняли фантомные некроманты, которые нигде ранее столь высоко не поднимались. Третье место отошло паладинам, получившим от сообщества целых 12%. Четвертое место заняли разбойники с 9%. Пятое разделили между собой жрец и бард, на которых пришлось по 8%. 6% получили берсерки, еще 5% смогли заработать воины, а оставшиеся 4% пришлись на магов, которых в нашем сегменте почему-то не оценили. Всего участие в опросе приняло 364 человека. Печально это осознавать, но в нашем регионе опрос прошло наименьшее количество игроков, что по всей видимости связано с малым количеством полученных приглашений. В любом случае ознакомиться с результатами лично можно в дискорд по ссылке в описании. Если будут интересны цифровые значения, можете взглянуть. Расщедрились разработчики Tencent и на проведение небольшого розыгрыша среди игроков. Как-то так получилось, что Tarrisland смог собрать в своем официальном англоязычном дискорд почти 70 тысяч активных участников, что вообще-то для значительной части MMORPG является внушительным показателем. И далеко не каждая игра способна похвастаться столь огромным количеством активных пользователей вне игрового процесса. В честь этого события и завершения закрытого бета-тестирования, разработчики решили предоставить всем желающим возможность выиграть дискорд Нитро. Всего было разыграно 30 месяцев для 30 пользователей. Итоги были подведены 11 декабря. По словам команды разработки, им понравилась активность их сообщества, и они планируют и впредь проводить подобные мероприятия, которые с их точки зрения можно считать достаточно перспективными. На этом моменте нам необходимо упомянуть один небольшой нюанс, который вы с высочайшей долей вероятности упустили. Несколькими минутами ранее мы говорили о том, что в североамериканском сообществе была разработана интерактивная карта Таррисленд, однако в сообщении ни слова не было сказано в отношении нахождения ссылки на нее. Так вот, обнаружить эту информацию можно в единственном русскоязычном дискорд сервере, а также в сообществе ВКонтакте. Обе группы курируются огромной командой создателей контента и администраторов различных социальных сетей, которые уже неоднократно поддерживали развитие самых разных MMORPG в нашем регионе. В рамках дискорд вы не только можете найти необходимую вам информацию по интерактивной карте, но и пообщаться с заинтересованными пользователями, а также найти себе группу по интересам, ведь прямо сейчас в нем десятки гильдий разыскивают новых участников к себе в состав, а также собирают новые коллективы по интересам в преддверии предстоящих тестирований и непосредственного релиза. И если же мы говорим про ВКонтакте, то имейте в виду, что в нем публикуются все новости по Тарисленд первыми в нашем регионе. Нет ни одного портала, который бы переводил и доводил информацию до нас быстрее, чем это сообщество. Также на обоих порталах со дня на день начнется новый розыгрыш к релизу игры, и если вы хотите получить на карман что-нибудь весомое, это ваш шанс. Все необходимые ссылки вы сможете обнаружить в описании под этим видео. На закуску немного статистики от самих разработчиков. После прошедшего закрытого бета-тестирования они решили подвести своеобразные итоги и опубликовали немного их собственных данных в отношении того, какой контент был наиболее популярен, чем чаще всего занимались игроки и так далее. Информация не очень интересная, но некоторым из вас может вполне приглянуться. Так, если верить официальной инфографике, то за две недели прошедшего тестирования игроки смогли наиграть в проект 1 миллион 234 тысячи 634 часа, что является вполне неплохим показателем при учете имеющихся таймгейтов. Всего игроки победили 17 тысяч 510 мировых боссов. Средняя же статистика по этому показателю составила 1200 противников в сутки. За все время проведения теста игроки в сумме погибли 1 миллион 386 тысяч 135 раз, что составляет приблизительно 65 смертей в минуту, а это вполне внушительный показатель для столь казуального по меркам некоторых пользователей проекта. Самая странная ситуация сложилась вокруг рейдовых боссов, ведь первое место по количеству побед над ним получил Древень, на которого пришлось 125 тысяч 225 побед. В это же время первый босс в игре, Акула, получил 85 604 поражения со стороны пользователей и занял третье место, что указывает на то, что его по каким-то причинам пропустили в угоду более сложного контента. Второе же место неожиданно отошло финальному боссу библиотеки, которая вообще-то является подземельем на 5 человек, но разработчиков по всей видимости это сильно не смутило, а поэтому с ним игроки смогли справиться 104 493 раза. При разговоре же про классы, которые мы вспоминали в прошлом пункте, нужно отметить, что первое место, как и в русскоязычном опроснике, отошло рейнджерам, за которых успели поиграть 27 104 уникальных пользователя. Второе место получили фантомные некроманты, которых попробовало 26 790 игроков. Третье же место ожидаемо отошло разбойникам с показателем 19 480 участников. В области же профессии первое место заняло кузнечное дело, позволяющее производить экипировку. На него пришлось 23 393 уникальных ремесленника. Второе место заняла алхимия с показателем в 16 100 учетных записей, а третье инженерия с отметкой в 14 614 человек. Дополнительно команда Tencent поделилась незначительным количеством забавных цифр, вроде того, что за все время игроки собрали 2 562 071 единицу руды, а алхимики умудрились сварить 2 358 202 единицы зелий и эликсиров. Также игроки провели за рыбалкой 7 946 часов, а самым часто убиваемым противником стали гарпи из каньона Анкаш, которых игроки победили в 827 777 раз. Что мы имеем в сухом остатке? На самом деле, данная неделя очень важна для подавляющего количества из нас, ведь буквально через несколько дней нас ожидает один очень важный анонс. Разработчики почему-то не сделали его сразу же после завершения закрытого бета-тестирования, хотя и указали данные на одном из своих далеко не самых популярных порталов. Сейчас, по всей видимости, команда Tiresland готовится к официальному объявлению этой информации. Как несложно догадаться, речь с высочайшей долей вероятности идет или про дату полноценного запуска проекта, или про открытое бета-тестирование, которое вообще-то тоже имеется в планах Tencent. На сегодняшний же день мы имеем вполне скромный набор информации, который должен подогреть ваш интерес и обратить внимание на то, что игра продолжает развиваться. Стоит ли ее ждать после всего, что произошло за последние недели, это вопрос уже немного другого порядка, и ответ на него, каким бы он ни был, будет весьма субъективным, а мы по традиции оставляем все субъективное на этом канале на откуп комментариям. На этом я заканчиваю свое видео, и если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!